Побег от Бога Книга пророка Ионы, 1 глава, с 1 по 10 стих И встал Иона Чтобы бежать в Фарсис от лица Господня И пришел в Иопию И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис Отдал плату за провоз и вошел в него Чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа Но Господь воздвиг на море крепкий ветер И сделалась на море великая буря И корабль готов был разбиться И устрашились корабельщики И взывали каждый к своему Богу И стали бросать в море кладь с корабля Чтобы облегчить его от нее И он уже спустился во внутренность корабля Лег и крепко заснул И пришел к нему начальник корабля И сказал ему «Что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему! Может быть, Бог вспомнит о нас И мы не погибнем?» И сказали друг другу «Пойдем, бросим жребии Чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда» И бросили жребии И пал жребий на Иону Тогда сказали ему «Скажи нам За кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» И он сказал им «Я еврей Чту Господа Бога Небес Сотворившего море и сушу» И устрашились люди Страхом великим И сказали ему «Для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди Что он бежит от лица Господня Как он сам объявил им» Размышления, часть первая Ясное повеление Книга пророка Ионы Первая глава с 1 по 5 стих Книга пророка Ионы Начинается с того, что Бог дает Своему служителю ясное повеление «Иди в Ниневию» «Город великий и проповедуй в нем» Но вместо того, чтобы немедленно отправиться В путь Иона буквально бежит И он буквально бежит в прямо противоположном направлении Как можно дальше от того места, куда его посылает Бог Нередко мы делаем то же самое Знаем, чего от нас хочет Господь Но покорность Ему может осложнить нашу жизнь И мы устремляемся в другую сторону Чтобы избежать проблем Однако убежать от Бога нельзя И Иона убеждается в этом На пути фарсис Бог любит даже непослушно детей И готов на многое пойти Чтобы вернуть нас к себе Пытались ли вы когда-нибудь убежать от Бога? Как Он добился того, чтобы вернуть вас к себе Несмотря на ваше непослушание? Размышления, часть 2 Порешительное неповиновение Книга пророки Иона 1 глава 6 по 10 стих Когда Бог устраивает на море великую бурю Иона спит мирным сном И это говорит о том, как мало он боится Господа Он знает, что бежит от Бога Но совершенно не думает, что Во что выльется его непослушание А вот все остальные Находящиеся на корабле Приходят в ужас Когда понимают, что эту бурю Послал Бог Ионы За его непокорность Мы вступаем на опасный путь Когда настолько ожесточаем свои сердца Что сознательно не задумываясь о последствиях Отказываемся повиноваться Богу Однако по милости своей Он обличает нас в грехах Приводя к покаянию И воскрешая к жизни Есть ли в вашей жизни грех Который ожесточает ваше сердце против Бога Исповедуйте его перед ним И попросите, чтобы он дал вам новое послушное сердце Молитва Отец Небесный Я так часто не исполняю Твое поручение Нести миру Евангелие Помоги мне верно возвещать Твое слово Я хочу любить этот мир И всех людей так же сильно Как Ты любишь меня Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь